Я сподіваюсь, вы зрозумеете. Будь ласка, покажіть їхні звернення. Мариуполь, в котором я родился и вырос. В рядах полка Азов. Стоит ли мне говорить о трудностях этой борьбы с врагом? Как солдату и сыну своей земли, думаю, не стоит. Это мой долг как мужчина и гражданина. Но не могу не сказать о катастрофических, нечеловеческих условиях, в котором оказались мирные жители моего города. Вы знаете, Мариуполь – это частичка Греции в Украине в плане культурного и этнического происхождения. Поэтому вы всегда помогали этому городу. В том числе, благодаря вам, он расцвел. Так вот сейчас этот город разрушен на 90% российскими оккупантами. С 1 марта он полностью отрезан от внешнего мира. В городе нет воды, еды, нет медикаментов. В городе гуманитарная катастрофа. Враг бомбит авиации мирные кварталы. Постоянно обстреливает из артиллерии. Наносит ракетные удары с моря. Люди гибнут тысячами. Их некому хоронить. В том числе, это тела этнических греков. Вы понимаете? Меня зовут Анастас, и я тоже этнический грек. И я сейчас среди защитников Мариуполя. Я прошу, чтобы вы меня сейчас услышали. Сотни людей прямо сейчас умирают под завалами и им некому помочь. Враг не выпускает людей из города, и у нас нет возможности их спасти. Что вы можете сделать? Говорите, в том числе, о своих людях. О маленьких украинских греческих детях, потерявших родителей и умирающих подвалов. У Азова хватает смелости противостоять значительным превосходящим силам противника. Хватит ли у вас смелости пройти за монетарной помощью для мирного населения Мариуполя? Это и ваши люди. Помогите их спасти. Продолжение следует...